Все боксеры нашей страны настроены очень серьезно. Тяжело, но это того стоит. Да, Юра? Ничего себе не стоит того. Так, именно в темпе подниматься очень тяжело. Это чтобы во время отдыха сел, как положено отдохнул, встал и дальше поработал. Это чисто профессионально. Мы находимся в Киргизии, город Чаупаната. Здесь высокогорье база, спортивная база Барс. Здесь прекрасная погода, свежий воздух, прекрасная гостиница, питание, очень тепло встретили. Так что вся команда рада, что именно здесь проходит первый этап подготовки к чемпионату мира. Пять раундов по пять минут работаем на снарядах. Полу-раунда легких, полу-раунда производных. Это чтобы никто не перегружался, да? Да, вот у нас, кстати, пример. Перегрузился, немножко сбавили нагрузки, восстановили. Сейчас вышел в оборот. Теперь дальше готов к миру. А так бы не было бы, мы даже не заметили бы, а он бы не признался бы. Барен терпеливый. Зато будет теперь в большем объеме нормально выполнять ту работу, которую стоит главный тренер. Все тут видно, всю работу. Еще сильнее? Не, нормально. Свой номер бей? Девять. 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 Теннис стоит, например, более взрывную это делает. Смотрим, а скоростные показатели низкие. Не взрывается, халтурит. Тренер подходит, смотрит, ага, пошли к нему. Добавь. Что тут добавлять? Смотрим, о, погреть лучше. То есть уже не схалтурит, уже видно. Подготовка проходит хорошо. Мы сейчас уже набираем нужный объем, который нужно набрать в горах. Бегаем много, снарядная работа. Сейчас подключаются у нас пары. Остается буквально уже неделя рабочая, и мы уже уедем отсюда. Потом у нас буквально останется неделя в городе, вдох-выдох, и на заключительный этап подготовки поедем в Сочи на спарринге. Кто лидеры вообще в твоем весе сейчас? Изучал ты этих лидеров? Да, конечно, мы. Я всех знаю со весовой категории. Мы, можно сказать, почти со всеми боксировали, кроме кубинца, который выиграл чемпионат мира прошлый. Его тоже изучили. Я думаю, что чемпионат мира покажет, кто как готовился. Мы готовимся упорно, усердно и отдаем все силы на тренировке, чтобы в бою показать свой максимум. Ну вот, по-твоему, кубинец, насколько он сложен для тебя стилистически? Ну, не могу сказать, что он для меня сложный, потому что он игровик, а я, ну, такой боксер, который могу и в его бокс поиграть, как бы, и в силовой. Ну, то есть я могу спокойно, мне кажется, подстроиться под его манеру бокса. Поэтому, ну, сейчас у нас еще есть время подготовиться, прям, чтобы уже выйти на пик своей формы к чемпионату мира. Поэтому мы работаем. После дня отдыха хорошо. Набрали там силы. Вчера сделали баню. Сегодня мы начнем новый цикл работы. Все хорошо. Я боксировал на Европейские игры, на Олимпиаде, а на чемпионат мира тогда повезли Георгия Кушеташвили. Так как я поехал на Европейские игры. В общем, потом после этого, после Олимпиады сейчас на мире, повезли молодой состав. То есть ни разу не получалось как-то ехать на мир. А сейчас прям очень сильно настроен. Подготовка проходит, я бы даже сказал, отлично вообще. Природа, питание, план тренировочный, великолепный вообще. Давно такого плана не было. Немножко его здесь видоизменили. Он очень нравится, всех устраивает. Мы и нагружаемся, и успеваем восстановиться. Меньше месяца остается до чемпионата мира. Вот в твоем весе, кого бы ты отметил из боксеров? Ну, француз сильный, Сафиан Сумия. Кубинец. Альварес сильный. Вот узбек там 60 килограмм тоже. Сейчас он в странже. Турнир странже в Болгарии первым стал. Тоже довольно-таки неплохой. Там много боксеров хороших в 60 килограмм. Но это такие, я бы сказал, ну, которые, наверное, основные и максимально неудобные. На прошлом тебя, в этом мире, я участвовал, и сейчас в финале проиграл. И сейчас испытаем удачу по второй раз. Ты можешь назвать этих трех самых сложных, которые там будут в твоем весе? Первый кубинец, я думаю, с кубинецом. Действующий чемпион. Да, с ним тяжелее будет. Потом узбека тоже отметим, так как он у себя дома. И Кучдашвини, наверное, тоже. Вот, трех самых соперников. И Казах там, и другой. И много соперников. На самом деле, 5-6 человек есть, с кем придется воевать. Ну, совсем придется воевать. В 75 вообще два лидера, я думаю. Это кубинец и украинец. Шесть спритов было вот этот раунд у него. Они у него были взрывные и силовые. За счет этого и пульсы высокие. И сейчас самое главное, смотрим, восстановление между раундами. Это самое главное для нас. Посмотрели, естественно, много разных боксеров с разных стран. Очень много молодых, которые появились вот недавно. То есть, их раньше не было. И конкретно выделить не могу. Но могу сказать, что вот с Латинской Америки. То есть, очень много хороших боксеров. Молодых с Азии. То есть, это хозяева турнира, можно сказать. Там будет очень много хороших ребят. Естественно, там Узбекистан, Куба. То есть, Казахстан. Это из ведущих стран боксеров. У которых хорошие боксеры. И с ними придется соперничать. Но нет неополнимых задач. Поэтому готовимся. Какие сильные команды сейчас в твоем весе есть в мире? Я думаю, все сильные, все соперники, все страны, кто едет на чемпионат мира, все достойные и все сильные соперники. Сбор такой тяжелый. Сейчас уже цикл заканчивается. У нас, получается, два цикла остаются. И все уже. Потом последний этап чемпионата мира у нас уже будет в Сочи. В твоем весе там много хороших боксеров. Вот кого бы ты выделил? Троих среди разных команд. Ну, по последним чемпионатам мира был чемпион Казах. Потом есть олимпийский чемпион. Это спортсмен из Узбекистана. Хасанбой Дусматов. Ну и то еще. Ну, я думаю, с Азией могут быть хороших спортсменов, хороших боксеров именно в моей своей категории. Находимся на высокогорье. И как бы здесь трудно, что надо привыкнуть к воздуху, ко всему. А так все отлично. Я думаю, итог будет хороший. В твоем весе сейчас вот кого бы ты отметил из боксеров других команд? Ну, вот на данном... В этом году кого отметить можно? Вот когда вот, ну, так сказать, сезон как начался. Вот прошел чемпионат Азии. Там выиграл казахский боксер. Вот с Казахстана боксер неплохой. Я с ним встречался в том году в Болгарии, на Странжи. И в этом году вот турнир вот как раз в Болгарии, Странжи, да, сильный турнир, выиграл боксер с Узбекистана. Вот так что казах, узбек, грузин неплохой призер чемпионата мира тоже в 21 году. Он в этом году тоже боксировал в 48. Так что вот три боксера, которых можно выделить вот таких лидеров. Подготовка проходит отлично. Я два дня отдыхал. Врач говорит, что в нагрузах, что-то пульс у меня высокий был. Сейчас опять приступил к тренировке. Как мы идем, 40 минут. Тяжело, но это того стоит. Да, Юра? Ничего не стоит на того. Моете, какая красота. Это вообще. Еще идти 15 километров в гору. Нет, не, 15. Потом 25 назад. 12 сегодня. Вот, 12, да? Да. 12 не понадобится, поэтому легко. Да не, нормально. Идем по грязи, по ямам, по снегу. Тут вообще лед уже, блин. Короче, непонятно, ну куда непонятно, зачем? Да. Забоги, приключение. Мам, как? Самочувствие. Нормально? Пока легко. Тебе вообще не привыкать, да? Да. Я вообще не горный, парень. Ну куда они просто идут, не пойти не могу. Они идут в казахстанской. Да нет, 10 минут уже прошло, нам еще обратно что-то надо идти. Нет, с каждым могут идти. Восстановиться, пообедать, отдохнуть. Потренироваться еще вечером в парке стоять. Вы же жесткие теплы. Ну да. А ты знаешь, куда мы идем вообще? Нет. Это маршрут, первый раз встать маршрут. Сколько еще идти? Идти недолго. Вот нам сколько еще идти? Два дня лесом, три дня полем. Ну правда, там никто не знает маршрут. А вот маршрут, вот. Вот, высота. Вот, вот, вот. Сними. Вон та верхушка, пирамида. Минут 20-30. И обратно все, да. И обратно. Все, пойдемте. Пах, кто с чего устоит? Пойдем, там еще немножко осталось. Все самое интересное. Олег, а я тебе побить. Ты же как раз хотел еще километров 5-6. Вот специально для тебя маршруты положили. Ты снимаешь меня, не делаешь что-то без должного уважения. Это подснежник. Да ну, мэр. Имам, тяжело бежать, когда остальные идут всего лишь? Пока не остановлюсь, нет. Вы как самый первый, скажите свои комментарии. Мы за ним тяжело побьем. Ну, мы справились, теперь с вами главное спуститься. Тяжело? Нет. Ну, тебе легко, я знаю. Да, да, битпал. Андрей уже на опыте просто. Вот кому легко. Вот им легче всего. Там, наверное, спарринг еще делали, да? Да, да, да. Продышались мы славно 8 километров. 8,5 километров, да? Даже 8. Мы мощно дали. А ну-то вот стоило, пацаны. Ты просто фотографировать поднялся, да? Нет, нет, нет. Вы границы делали. Чисто тяжело было сюда подняться? Вообще конкретно тяжело. Поднялся и сразу лег в спать. Конкретно тяжело. Ну, я первый раз так поднимаюсь. На высоту. Так, именно в темпе подниматься очень тяжело. Не хочешь отставать, в последнем тоже приходить не хочешь. Поэтому. Зато красиво. Зато фотки, видео есть. Было очень тяжело, но получилось. Очень рад, что увидел такую косту, гору. Мам, ты где ночью с Ольгой припираешься? Ну, я же тейпировал. Тут вообще ничего. Ничего сложного, да? Да. Я боксирую, получается, 75 килограмм. Я считаю, что в 75 кубинец, действующий, чемпион мира позапрошлого года в Сербии. Вот он один из лидеров таких основных. Потом итальянец, в 75 тоже неплохой. Казах. И местный тоже узбек. Фавориты менеджментера мира, я считаю, Альфонсо Домингис. Потом Таганбайс Легендик. И еще Георг Кушашют. Три боксера, которые могут заставить конкуренцию в нашей сборной России. Я думаю, наша сборная сейчас очень голодная, так как различные ситуации происходят в мире. Мы, так скажем, засиделись дома и выезжаем на, допустим, такие международные турниры. А тем более сейчас впереди чемпионат мира. Я думаю, все боксеры нашей страны настроены очень серьезно. Сбор проходит очень хорошо, на высоте 2000 метров. Общая функционалка хорошо работает, подтягиваем ее. Думаю, уже к новым стартам будем хорошо дышать и будет хорошая физическая подготовка. Это чтобы во время отдыха сел, как положено, отдохнул, встал и дальше поработал. Это часы профессиональные. Продолжение следует...